Рассмотрим треугольник АВС. Отметим точку М, середину стороны АВ, точку Н, середину стороны ВС. Отрезок, соединяющий середины двух сторон треугольника, называется средней линией треугольника. Постройте в тетради треугольник. Отметьте середины его сторон. Проведите среднюю линию. Сколько вы провели средних линий? Если вы поняли, что такое средняя линия треугольника, то у вас должен получиться такой чертеж. Итак, в треугольнике можно провести три средних линии. Возьмите линейку, измерьте стороны треугольника и его средние линии. Что вы заметили? Для любого треугольника и для любой его средней линии выполняется свойство. Средняя линия треугольника параллельна одной из его сторон и равна половине этой стороны. Для доказательства рассмотрим треугольник МБН и АБС. В них угол В общий, а стороны БМ и БА пропорциональны сторонам БН и БС с коэффициентом пропорциональности 1 вторая. Следовательно, эти треугольники подобны. Из подобия треугольников следует, что углы БМН и БАС являются соответственными при прямых МН и АС, и секущей АБ. Следовательно, прямые МН и АС параллельны. Также из подобия треугольников МБН и АБС следует, что отношение отрезков МН и АС равно одной второй, поэтому средняя линия МН равна половине АС. Средняя линия треугольника помогает доказать интересное свойство четырехугольника. Рассмотрим произвольный четырехугольник АБСД, в котором известны длины сторон и диагоналей. Отметим середины его сторон и соединим полученные точки отрезками. Требуется найти периметр полученного четырехугольника. Для решения будем поочередно рассматривать треугольники, в которых МН, НК, КП и ПМ средние линии. В треугольнике АБС отрезок МН средняя линия, поэтому его длина равна половине длины отрезка АС. В треугольнике АДС отрезок ПК средняя линия, поэтому его длина равна половине длины отрезка АС. В треугольнике АБД отрезок МП средняя линия, поэтому его длина равна половине длины отрезка БД. В треугольнике БЦД отрезок НК средняя линия, поэтому его длина равна половине длины отрезка БД. Периметр четырехугольника МНКП равен сумме длин отрезков МН, НК, КП и ПМ или сумме длин диагоналей исходного четырехугольника. Заметим, что в четырехугольнике МНКП противоположные стороны равны, значит по признаку этот четырехугольник параллелограмм. Таким образом можно сделать вывод. Середины сторон произвольного четырехугольника образуют параллелограмм, периметр которого равен сумме длин диагоналей исходного четырехугольника. Это утверждение можно доказать, используя другой признак параллелограмма. Проведите это доказательство самостоятельно. Проверьте опытным путем, а затем докажите, что середины сторон ромба являются вершинами прямоугольника. Проверьте, будет ли выполняться обратное утверждение. В трапеции также есть средняя линия. Определение. Средней линией трапеции называется отрезок, соединяющий середины ее боковых сторон. Постройте в тетради трапецию. Проведите среднюю линию. Измерьте основание трапеции и среднюю линию. Что вы заметили? Докажем свойства средней линии трапеции. Средняя линия трапеции параллельна ее основаниям и равна их полусумме. Доказательства. Первое. Проведем прямую БН до пересечения с прямой АД в точке К. Второе. Заметим, что в треугольниках БЦН и КДН известно. Угол БНЦ равен углу ДНК, вертикальные углы. Угол БЦН равен углу КДН. Накрест лежащие углы при параллельных прямых БЦ и АД и секущей ЦД. ЦН равна НД. Н середина стороны. Следовательно, треугольники БЦН и КДН равны по стороне и двум прилежащим к ней углам. Из равенства треугольников следует равенство сторон, то есть БЦ равна ДК. БН равна НК. Третье. Таким образом, МН средняя линия треугольника АБК, поэтому МН параллельно АК, а значит МН параллельно АД и БЦ. Также длина отрезка МН равна половине длины отрезка АК, но АК состоит из отрезков АД и ДК. АДК равен БЦ. Поэтому длина МН равна полусумме АД и БЦ. Теорема доказана.